Жителя Шимкента, который ограбил школьника, задержали по горячим следам. В полицию обратился житель Каратаусского района с заявлением о грабеже. Со слов горожанина, неизвестный похитил смартфон у его сына. Девятилетний мальчик возвращался домой со школы, когда к нему подошел молодой мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить. Делая вид, что набирает номер, злоумышленник отвернулся и убежал с чужим мобильником. Произошедшее попало на камеру смартфона одноклассника мальчика. Он уже находился в розыске, как без вести пропавший. Родственники искали его три дня. Полиция предупреждает, жертвами грабителей, как и в указанном случае, могут стать дети. Злоумышленники могут просто вырвать гаджет из рук ребенка. Поэтому родителям рекомендуется провести с детьми профилактическую беседу о том, что не стоит выставлять гаджет на показ на улице и в общественных местах. Это провоцирует на легкий способ завладения чужим имуществом. Если же грабежа избежать не удалось, нужно немедленно обратиться в полицию. В целях материального и технического обеспечения участковых пунктов полиции в Шимкенте начальник департамента полиции Думантаев посетил участковые пункты и ознакомился с их состоянием. В ходе очередной проверки главный полицейский города посетил дачу Кайнар Булак и встретился с местными гражданами. Дача густонаселенная и отдаленная от города. Начальник департамента вручил участковым полиции ключи от двух новых автомобилей. Местные жители выразили искреннюю благодарность стражам порядка, создающим условия для спокойствия дачи и безопасности населения. Оружен Жиринбаев, Одяна Блязис, Новости.